Что находится в приоритете градостроительства на нынешнем этапе развития цивилизации? Этот вопрос частенько звучит в публикациях видных представителей урбанизма и известных архитекторов. По их мнению, важно сегодня в современном большом городе бережно сохранять ту самую городскую идентичность, неповторимость застройки, которая, так заметно, и цена в Ташкенте. В то же время, не менее значимо бережно вписывать новые функции в исторические здания и сооружения третьего тысячелетия, давая им новую жизнь. На помощь генераторам идей приходят технологии цифрового проектирования и строительства, которые решают любые, даже самые сложные технические задачи. Между тем, говорить о каком бы то ни было развитии агломерации невозможно без сохранения экологического баланса, который, по сути, определяет значимость всего вышесказанного. Без нормального чистого воздуха, воды и почвы никакая новостройка не будет востребована как населением, так и бизнесом. Как отмечалось в ходе знакомства президента с мерами, реализуемыми для улучшения экологической ситуации, одной из основных причин ухудшения качества воздуха являются вредные газы, выбрасываемые несоответствующими экологическим требованиям автотранспортными средствами, а также пробки на дорогах. В связи с этим по инициативе главы государства принимаются комплексные меры по улучшению экологической обстановки. В частности, с целью решения проблематики, связанной с вредными выбросами автотранспорта, регистрационно-экзаменационный отдел управления безопасностью дорожного движения, более известный водителям как Файзабад в Миробатском районе, преобразован в современный диагностический центр, работающий по совершенно новой методике. Аналогичные объекты вскоре должны появиться и в других районах столицы. В будущем, исходя из текущей ситуации, территория города будет разделена на несколько экологических зон. Предлагается поэтапно ограничивать въезд в них в соответствии с уровнем загрязняющих веществ, выделяемых транспортными средствами, то есть цветом их стикера. Они, в свою очередь, будут являться фиксаторами уровня выхлопных газов в разрезе каждого автомобиля. Для этого был изучен опыт целого ряда крупных городских поселений с большим количеством участников дорожного движения. Начнем с данных ВОЗ. 9 из 10 человек, то есть 90% населения земного шара, дышат загрязненным воздухом. А это уже данные 2023 года. ВОЗ утверждает, что почти каждый человек в мире сталкивается с проблемой чистого воздуха. Интересная история. Для того, чтобы привлечь внимание общественности к экологической проблеме, китайский художник в прямом смысле этого слова на протяжении 100 дней пылесосил воздух. По итогу, из всей накопленной пыли он смог спрессовать кирпич. Можно сказать, что человек вдыхает целый кирпич грязи из выхлопов. В последнее время что-то подобное приходится наблюдать и в Узбекистане. По данным Министерства экологии и охраны окружающей среды, 88% вредных выбросов в атмосферу приходится именно на автомобиле в городе Ташкенте. И в связи с этим возникает вопрос, как снизить это негативное влияние. Уже прорабатываются конкретные механизмы. Например, в будущем, исходя из текущей экологической ситуации, территория города будет разделена на несколько экологических зон. То есть предлагают поэтапно ограничивать въезд в эти экологические зоны в соответствии с уровнем загрязняющих веществ, выделяемых транспортными средствами. То есть, исходя из цвета их стикера. А стикеры будут же разделены на зеленые, желтые и красные уровни. Все это станет возможным благодаря современному диагностическому центру, работающему по совершенно новой методике. Локация центра известна всем. Это Махаля Файзабот в городе Ташкент. Мониторинг загрязнения воздуха – это одно из звеньев в управлении качеством атмосферного воздуха. В лаборатории находятся автоматические газоанализаторы, которые в автоматическом режиме показывают загрязнение воздуха по шести загрязняющим, основным загрязняющим веществам. Это пыль, также пыль по фракциям, PM2,5, PM10, диоксид, эксид, азота, углерод, диоксид сиры и озон. Мой коллега Бигзот Масалиев также изучил порядок диагностики автомобиля на предмет ее соответствия экотребованиям. В целом весь процесс занимает три этапа. Первый включает в себя получение электронной очереди. Как видите, очень удобно. А теперь направляемся в блок Б для прохождения необходимой диагностики. То есть это уже второй этап, где вы можете пройти техосмотр и узнать всю необходимую информацию о своем авто. Знаете, во время диагностики проверяется и уровень загрязненности и выхлопных газов, которые все фиктируются компьютером. Следующий этап – получить госномер и техпаспорт, а также стикер. Всего за 15-20 минут мы получили техпаспорт, зарегистрировали автомобильник и получили зеленый стикер. Практика внедрения экологических стикеров широко применяется в таких городах и странах, как Германия, Франция, Австрия и Барселона. И как это помогает? Перед вами глобальная интерактивная карта концентрации PM2.5 по городам в 2022 году. Обратите внимание на вот эти города в европейских странах. Они ежегодно занимают топовые места в списке с наилучшим качеством воздуха. Если посмотреть на индексы качества воздуха в разрезе районов в городе Ташкент, то можно увидеть, что датчики показывают высокую концентрацию загрязненного воздуха в Челанзарском и Сергилийском районах. А значит, эти стикеры призваны улучшить экологическую ситуацию адресно и точечно. Решение с наклейками, которые будут обозначать, насколько машина экологичная, очень хорошая идея. Тут самое главное – соблюдать правила и создать хорошую, правильную систему контроля. Если эта система не будет подвергнута коррупции, я думаю, что она даст хорошие результаты. Данная практика есть и в зарубежном опыте. Это решение множества задач. Почему? Потому что четкое разделение – это непосредственно оказывать влияние на развитие бизнеса, инвестиций в той местности. То есть, если регион будет в красной зоне, то у Хакимиата и других ответственных лиц будет стоять задача улучшить экологию, чтобы привлекать все больше инвестиций и бизнес. Постепенно мы будем решать множество проблем. Это будет касаться не только экологии, но и экономики, строительного сектора, теневого бизнеса. В Ташкенте на тысячи человек в среднем приходится 193 автомобиля. В то же время в Норвегии, например, у тысячи жителей 500 автомобилей. Больше, чем в два раза, если сравнивать с Узбекистаном. Но при этом на IQ Air Норвегия входит в топ-20 стран с чистым воздухом. С этой точки зрения при организации центра был изучен и зарубежный опыт в области охраны и экологической среды городов развитых стран, таких как Германия, Бельгия и Франция. В данное время я нахожусь во Франции, в городе Париж. Изучаю тут экологические вопросы, какие у них есть проблемы и как они их решают. Тут тоже есть проблемы с ограничением воздуха. Исходя из того, сколько туристов приезжают, сколько выхлопных газов выбрасывается в атмосферу, это случается. В таких ситуациях во Франции принимаются очень простые, но эффективные меры. Во-первых, ограничивается выезд машин в город. Во-вторых, делается бесплатным общественный транспорт. В-третьих, во Франции всегда стараются создавать как можно больше зеленые зоны. В этом году Меря обещала создать еще несколько зеленых зон. Вот эти обычные, очень простые, но эффективные меры помогают им бороться с этой проблемой. И возвращаясь к теме стикеров, данная практика широко применяется и в других городах Европы. Например, вот как она действует в Испании. С января 2020 года автомобили, у которых нет экологических этикеток, не могут заезжать в такие города, как Барселона и Мадрид. Главное управление дорожного движения Испании создало идентификацию автомобилей в соответствии с их типом выбросов. Будь то дизельные, гибридные или электрические автомобили. В 2020 году вступили в силу уже первые ограничения для тех, у кого нет таких этикеток. Собокупность всех этих факторов рисует не очень-то и радужные перспективы. Поэтому глава государства держит этот вопрос под особым контролем. Для беспокойства поводов предостаточно. Здесь стоит задача решать проблемы постепенно путем комплексного подхода. Все предложения имеют конструктивный характер. Сейчас применяют современный подход в решении проблемы с выхлопными газами, выделяемыми от автомобилей. Следующий этап будет касаться заводов и фабрик, чтобы они использовали новые фильтры и также интегрировали ноу-хау в производственный процесс. Создание экологических зон. Все эти меры будут постепенно внедряться. Тот факт, что будут внедрять практику со стикерами, также окажет влияние и на систему движения общественного транспорта. Вопрос сокращения выбросов выхлопных газов стоит на повестке дня на государственном уровне. Возьмем, к примеру, государственную программу. Там предусматривается поэтапно ограничить эксплуатацию автомашин, не соответствующих стандартам Евро-5 и выше до 2030 года. А в стратегии Узбекистан-2030 говорится о переводе городского общественного транспорта полностью на экологически чистое топливо. Тот факт, что будут внедрять стикеры, мы можем назвать кульминационным моментом. Потому что сам президент уделил внимание к этой проблеме. Были рассмотрены множество моментов. Это своего рода сигнал, когда экологическая повестка обсуждается на уровне государства, под контролем президента. Я думаю, многие от этого рады. Я беседовал со многими об этом. Отклики только положительные. Потому что многие ждали этого. Это говорит о том, что Узбекистан сделал еще один смелый шаг на пути вхождения в число развитых стран. Тот факт, что эта проблема рассматривается на уровне президента, заставит и другие структуры действовать. Сюда приехал наш президент. Оказывается, подобных центров будет несколько по городу. Все это прежде всего делается для нас, граждан, чтобы улучшить экологию, чтобы мы дышали свежим воздухом. Помимо этого, создается удобство для водителей. Это касается порядка получения номеров, регистрации автомобилей. Все цифровизируется. Таким образом, минимизировали человеческий фактор. Это удобно и быстро. Надо осознавать, что воздух, которым мы дышим, это общее благо. А все меры, предпринимаемые государством, могут быть попросту неэффективны, если мы сами глубоко не осознаем масштаб проблемы. А значит, лучше всего начать с самих себя. Продолжение следует...